Утром хоккеисты занимаются в тренажёрном зале, наращивая мышечную массу. Это уже одна из вечерних тренировок. Сначала спортсмены разогреваются, наматывая круги по пересечённой местности. После этого переходят на так называемую горку. По заданию главного тренера Александра Титова, все хоккеисты друг за другом бегут в крутую гору, а потом также спускаются с неё. Через полчаса задание усложняется. Теперь каждый игрок отправляется в подъём сначала на одной ноге, а затем и вовсе с напарником на спине. Вся тренировка длится около полутора часов. Рабочие сборы идут в тяжёлое время, нужно терпеть. Стараться с позитивным настроением всё это преодолевать эту дистанцию. Настроение хорошее, ребят многие знаю в команде уже, поэтому легче адаптироваться. Нагрузки хорошие, в принципе, верим, что они помогут нам в сезоне добиться успеха. Так, в принципе, всё хорошо. Я хотел поблагодарить руководство наше клубное, которое организовало нам вторые сборы, второй год здесь, и поблагодарить руководство, которое нас здесь принимает, в Железногорске, потому что все условия созданы, всё отлично, всё хорошо. В тренировке задействованы три десятка хоккеистов. Здесь и те, кто уже на контракте в клубе, и те, кто находятся пока на просмотре. Пока полевые игроки работают на земле, вратарская бригада готовится там же, в Железногорске, на льду. В начале августа вся команда переберётся в арену «Север», где начнёт ледовую подготовку к сезону. Впереди серия товарищеских матчей. В межсезонье предполагаем сыграть две игры с командой «Новокузнецкий металлург» и четыре игры с командой «Ангарский ермак». Две игры будут с ермаком на выезде, две дома. И с «Новокузнецким» по одной игре мы, соответственно, проведём одну в «Новокузнецкий», одну в «Красноярске». Кроме того, в конце августа «Сокол» примет участие в турнире в Санкт-Петербурге. Кстати, клуб этим летом серьёзно укрепился, и состав по именам даже сильнее прошлогоднего. Пришли в «Станцокола» два словацких легионера, несколько чемпионов высшей хоккейной лиги и настоящих бомбардиров. Всех, на кого ляжет основная нагрузка по забиванию шайб. Нам от силы один нападающий нужен, вот на данный момент. Может быть, ещё один защитник. Вот так. Потому что ещё большая будет группа игроков из Амура добавлена. То есть хорошая конкуренция, хорошая будет борьба за попадание в состав. Кстати, в новом чемпионате сыграют 27 клубов из трёх стран, включая Россию, Казахстан и Китайскую Народную Республику. Ну а «Соколу» предстоит старт в этом турнире 9 сентября. Команда Александра Титова сыграет на своём льду против Южного Урала из Орска. Затем ещё пройдут три игры в арене «Север». Сергей Кузовков, Артём Струговец, Максим Галат. Новости.